всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду давненько я вам не показывал ничего из рецептов с морепродуктами дело в том что если судить по статистике просмотров они морепродукты не особенно то вас и интересуют однако я не теряю надежды пристрастить вас к ним потому что во первых сам их очень люблю а во вторых потому что считаю что разнообразие рецептов на канале дело крайне полезное ведь как рассуждаю вот приходит на канал страстный мясоед и решает приготовить что-нибудь из показанного мной например вот такую баранину если еще не пробовали то щелкайте смотрите и пробуйте естественно это нежнейшее и вкуснейшее блюдо такому мясоеду нравится и тогда он уже чуть-чуть убавив скептизизм смотрит другие рецепты и пробует приготовить какой-нибудь другой рецепт например вот такие ребрышки тоже щелкайте и смотрите если не смотрели и пробуйте пробуйте и опять успех и опять ему все нравится он начинает думать что если эти два три пять рецептов ему понравились то может быть стоит попробовать приготовить что-нибудь из ненавистых ему морепродуктов вот так мало-помалу я и втираюсь вам в доверие мои любимые зрители но впрочем хватит болтать давайте начинать готовить мясоеды рискните приготовить чем черт не шутит может не все так плохо с этими морскими гадами сегодняшний рецепт испанцы называют без изысков calamaris en salsa полиглоты уже перевели кальмары в соусе и рецепт примитивен да нельзя но результат мне очень даже нравится причем не только простотой но и вкусом правда есть одна не то чтобы сложность для сегодняшнего рецепта надо иметь заначки насыщенный рыбный бульон я уже не раз упоминал своих роликах что регулярно использую в готовке разнообразные заготовки длительного хранения что касается бульонов из костей говядины из костей курятины это красный концентрированный бульон и доми глаз и или рыбный концентрированный бульон или креветочный биск для начала надо довести до прозрачности на оливково масло и лук ну и чеснок сразу положу именно до прозрачности сильные ароматы хорошо поджаренных лук и чеснока здесь не нужны а теперь томаты вот такие вот сливовидные хорошо пойдут конечно можно было бы взять консервированные но сейчас это почему не использовать свежие а сюда добавлю красного острого перца соль и стаканчик белого сухого вина сейчас она частично выберется а частично впитается в лук от чего тот привлечет такую легкую виноградную кислинку это очень тонкий момент его подсмотрел кстати у испанских шефов снимал тут недавно один мастер-класс так вот любой репчатый лук содержит много сахара при обжарке горечь и острота уходят а сахар остается больше того если жарить его дольше сильнее то он в кармель превращается но не в сегодняшнем случае конечно сегодня мы до такого состояния доводить не будем так вот сейчас на данном этапе горечь и острота уже ушла а сахар остался а тут я со своим вином и результате он становится такой яркий кисло-сладкий и и пора уж добавить томаты сейчас закипит томатам надо дать повариться обжарится минут пять не меньше для того чтобы из них лишняя влага ушла поэтому сейчас огонь самый силь вот так смотрите какая красота достаточно пожалуй можно убавлять огонь а сейчас самое время нарезать кальмаров и добавить их в этот соус я купил сегодня замороженных старательно разморозил их и отделил тушки от голов и хвостов тушки нарежу наверно такими колечками вот так и сразу же рыбный бульон бульон обязательно должен быть очень насыщенным помидоры при приготовлении такого бульона использовать не обязательно другие овощи корни в бульоне тоже не обязательны главное насыщенный рыбный вкус еще раз собираюсь капнуть вам на мозги не пренебрегайте этой совершенно чумовой добавкой к вашим блюдам до готовится такой бульон долго но он же не требует от вас при этом внимание все закипело убавляю огонь и оставлю так вариться на 30 минут к примеру знаете вы что проведете следующие полчаса час два три дома достали из морозилки собранные за несколько месяцев головы хребты и рыбы сложили в кастрюлю и пусть себе варится надо вам уйти выключили оставили все дело нет времени продолжать вообще убрали в холодильник на следующий день продолжите выварили таким образом все процедили упарили до нужной консистенции разыли по формочкам для льда или вообще по пакетикам и заморозили пусть себе лежит в морозилке есть не требую мировая штука впрочем чего вас убеждаю попробуйте хоть раз встретимся через полчаса ну вот все и готово и петрушки чуть-чуть для красоты и аромата давайте пробовать обожаем морских гадов кальмари это особенные гады чтобы они были мягкими надо их готовить либо меньше пяти минут ну как куриные яйца либо полчаса и больше секунду зря взял таких мелких тут нужны крупные мясистые чтобы проживать можно было как следует кусок ухватить конечно же в этом люди очень важно использовать крайне концентрированный рыбный бульон настолько концентрированный что в холодном виде он должен быть застывшим как очень плотный очень крепкий холодец за эти полчаса кальмары не просто ароматами становится но и пропитываются этим вкусным ароматным бульоном если он у вас недостаточно концентрированный то вот на этом этапе на этапе завершения нужно доводить ваше блюдо до вкуса добавляя соль может быть перец может быть даже вино или винный уксус в общем творите пробовать а вообще как в любом крайне простом по ингредиентам люди конечный вкус и аромат очень сильно зависит от каждого из ингредиентов от сладости от яркости помидор как я уже сказал от самих кальмаров плотных крепких от этого бульона короче чем рассказываю сами все прекрасно знаете вот вам кусочек испанской кухни понравилось не забудь поделиться этим видео с друзьями спасибо за компанию всем пока а